Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, там господа, рад вас их видеть, лайки, подписчики, колокольчики. Нажимаем, 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 начинаем. 29 января сегодня, давайте смотреть, что у нас по битку и крипте. В целом я хотел бы предложить лишь один сценарий, вот такой вот. Это возобновление продавца, какое-никакое, надо на него посмотреть, как он возобновится. Возможно, как вот на предыдущем фрактале, который я указывал, возобновление будет не такое уж и мощное. Но хотелось бы вначале увидеть именно продаван в начале недели. Ставки финансированные, конечно, не те, чтобы сильно падать, поэтому я не думаю, что это прям разворотная какая-то, разворотная формация. Но пощупать, заполнить некоторые слабые зоны на 2900-21300 хотелось бы в начале недели. По микробитку, микроэфиру, эфиру делал обзор. Там институционалы переворачиваются в лонг, причем переворачиваются очень жирно. Это игнорировать тоже нельзя, поэтому если и ждать там снижения, то какого-то локального. Поэтому пока так. Ну, ставки финансированные, я говорю, не горячие. Эфириум 0.1, это как бы норма. Какие-то сильных перегревов я не вижу. Доги, сколько у нас там? Доги 0.1. Поэтому все нормально, супер-гуд. Так, противопаритет. Ну, в принципе, больше обозревать нечего. Завтра открытие на CME. До открытия цену, я не думаю, что откроем с разрывом, с гэпом. Так же на 23200 открывались, так же закроемся. Процентов 80. Вот, быстренько комментарий сейчас прочитаю. Благодарю. Добрых выходных. Артем, скажи, пожалуйста, какие стеблы предпочитаешь? На каких стебл блокчейнах держишь? У меня все на Binance Smart Chain. Вот, боюсь, если скомонет Binance, то и блокчейн со всеми активами может сдохнуть. Ну, вообще, конечно, я предпочитаю BUSD. Я предпочитаю тоже Binance. На TrustWallity USDT у меня есть. Но, в общем, в целом, я, скажем, в нем прихожу к мысли, что как-то это надо очень сильно хеджировать наличным баксом. Тут уже, как бы, ничего не сделаешь. Если действительно будет скомбинанса, там никакой стебл не спасет. Вообще никакой. Если это будет. Я, конечно, особо не верю в скомбинанса. Все-таки биржа топовая ликвидность имеет. Но мы тоже думали, что FATX топовая ликвидность. Но я надеюсь, что Binance это научила. У нее есть какое-то время подготовиться к кризису ликвидности, если он такой будет. Поэтому, наверное, вопрос только в наличном долларе. Больше никак от этого ничего не убережешься. Если прям кризис-кризис. А так, если не брать в расчет возможную какую-то сильную капитуляцию. Ну, сложно сказать. Бьюст, конечно. Ну, USDC. Стебл Коин. Коинбейс. Я не думаю, что скоманется за Коинбейс. Все-таки старая криптовая компания. Надеюсь, что не очень сильно там плечи. Я просто не знаю конъюнктуру внутри. Бьюж. Это, знаете, только гадать, график смотреть. Можешь так показать, как институционалы начинали перебираться в лонг на прошлых буллранах. Ты рассказал в сентябре-октябре. Я не могу это видео найти. Странно, что не можешь. Потому что я там чуть ли не в каждом видео 3 месяца говорил про институционалов. Но, в общем и в целом... Ну, вот. Опять же, посмотреть. Вот они, то есть, начинали шортить по хаям. То есть, шорт, 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 шорт. Все это скоманулось. И вот только тут они начали лонги подбирать. Ну, тут они в паритет вышли. Там буквально 6-7 лонгов. И пошли. То есть, у них там 4-х кратный перевес. 3-х кратный перевес. 2-х кратный перевес. Тут тоже 2-х кратный перевес. Ну, а дальше их нерелевантно было смотреть. Потому что... Там добавили 5000 лонгов контрактов. Но это, опять же, я уже говорил. Эти... С моей фонд бита. Они просто зарезервировали. И каждый раз, когда я смотрел институционалов, я смотрю, у них там 5700 контрактов. Я думаю, нифига себе. Какие красавчики. Вот это у них булран намечается. А потом оказалось, что эти 5000 контрактов, они зарезервированы чисто для фонда. И им пофигу, какая будет цена. Она будет хоть 10 тысяч, хоть там 100 тысяч. Им все равно они зарабатывают на удержании комиссии покупок этого фонда, а не на покупке и продаже битка. В этом и состоялась такая ловушка. Поэтому сейчас я смотрю другие контракты. Внутри которых не проникли. По крайней мере, по моему убеждению, пока не проникли. Другие какие-то контракты, которые не имеют отношения к покупке и продаже битка. Потому что мы там видели и 0 тоже. А если у тебя там 1000 контрактов, или там 5000 за резервировали бит, она уже не может их в 0 превратить, она зарабатывает на них. Так, веселый обзор. Очень. Лигвинул дэп за середину января, теперь осталось только 45, разгоняй. Разгоняй. Спасибо за обзор. Что думаешь про флоу? Я ничего не думаю, сорян. Не по каким там проектам я особо не слежу. Тоже интересно про стабелкоин. Виталик Бутерин перекламировал Рейд недавно. Виталик красавчик. Подписка, лайк. Ну вот и лонка. Мы давно предупреждали. Молодцы. Предупреждали все. А вас не послушали. И сценарий убежит, гаммирно что-то нам пройдено. Не факт. Я, короче, вчера вколол себе антидот Туди Мунерский. И, если честно, у меня перспективы вообще не радужные по поводу битка. Там, я, конечно, может стрим по этому поводу сделать. Не знаю, короче. Там очень долго обсуждать и разбирать. Но, вчера я ужаснулся, что как бы все плохо очень может быть по битку. В том плане, что... Ну, забегая вперед. Скажу, что троичная система всегда дает сбой. В том плане, что вот здесь вот троичная система была типа... Ну, вот первая, да, формация. Раз. Думали, ну ладно, если такая же формация, мы скоманулись и сделали два. Отлично. Сделали три. Если три сделали, значит, сделаем четыре. И все сломалось. То же самое у нас было сейчас с полками. То есть... Да и тут тоже. Да? Типа... То же самое команда Илона. То есть, был у нас, но... Да, вот такой вот. Раз. Команда Илона отработала. Два. Команда Илона отработала. Три. Команда Илона отработала. Думаешь, ну все. Ну, сейчас будет так же. Возврат и постоянные доливы. Но нет. Ну и тут тоже самое. То есть, с падением. Раз. Два. Три. Ну, сейчас этот четвертый также сработает. Ну, кстати, сработало почти. Уже просто не с такой волатильностью. Ну, короче. Ничем хорошим не заканчивается. Троичная система. Если вот посмотреть на троичную систему вообще глобально. То есть, на деле там, посмотреть какой-нибудь недельный график, да. Только надо побольше взять. Ну, так вот побольше график. То есть, раз, два, три. Ну, блин, кто сказал, что это будет так же легко. Там, троичная система. Это вообще может быть весь наш вот этот потенциал флетовый может растянуться на гораздо больше. То есть, не в 200 дней уложиться, а там в 600. Но это просто догадки. Там еще есть несколько интересных моментов, которые потом обсудим. Вот. Но есть такое вот мнение у меня. Так. Фома есть, значит, скальпланги февраль. Сэнкс. Вам все, лайк, подписчик, колокольчик. До новых встреч. До пребудет с вами Прибыль. Пока.